Уручающее состояние надводной компоненты ВМФ по-прежнему остается одной из самых чувствительных болевых точек России. Да, процесс восстановления флота постепенно идет, но комплекс проблем отрасли столь велик, что преодоление его займет еще очень многие годы. Мы с большим трудом смогли локализовать производство силовых установок для фрегатов проекта 22350, а о строительстве новых эсминцев, крейсеров и тем патч авианосцев остается только мечтать. Но что, если уже завтра нам действительно придется слегка повоевать в Мировом океане, на что намекают провокационные действия ВМС Великобритании? Времени на раскачку может уже не оказаться, и никого не волнует, что Россия к этому откровенно не готова, напротив, слабость только провоцирует на агрессию. Так есть ли какие-то реальные варианты, как нашей стране обзавестись боеспособным надводным флотом в разумные сроки? Приходится признать, что государственная программа вооружений ГПВ на 2011-2020 годы по военно-морскому флоту оказалась в значительной степени проваленной. Если по подводной компоненте все более-менее нормально, то с надводной оказалась масса серьезных проблем. Во-первых, даже после принятия ГПВ, Минобороны неоднократно ее пересматривала, ставя порой чересчур оптимистичные сроки строительства и увязывая их с параллельной разработкой перспективных образцов вооружений для кораблей, что зачастую приводило к смещению сроков реализации вправа. Во-вторых, сорвало программу строительства фрегатов проекта 22350 и проекта 11356 решение Киева перестать поставлять в Россию газотурбинные силовые установки. Также жертвой западных санкций оказались корветы проектов 20380 и 20385, что остались без немецких дизелей фирмам Ту. Если НПО «Сатурн» смогло справиться с замещением судовых двигателей для фрегатов проекта 22350, то на корветы приходится ставить дизели китайского производства, а завод «Звезда» сорвал поставку отечественных дизелей М507 для малых ракетных кораблей проекта 22800. Разумеется, раньше или позже импортозамещение завершится, но сроки, сроки. В-третьих, крайне неудовлетворительно обстоит дело со скоростью строительства новых кораблей, а также ремонтом и модернизацией старых. Строят у нас долго и дорого, в разы дольше, чем на Западе или в Корее, Японии и Китае. Недаром заказ на плавдоке для новейших российских ледоколов уплыл в Турцию, где подрядчик предложил намного более комфортные условия по цене и срокам. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Есть стремительно возросший спрос на строительство новых военных и гражданских судов. Знаменитые судостроительные заводы в Николаеве мы безвозвратно потеряли вместе с Украиной. Оставшихся верфей на все не хватает, их мощности зарезервированы на годы вперед, и строят они долго и дорого. Это напоминает так называемый Тришкин кафтан, когда под проект отечественного авианосца пришлось бы высвобождать стопеля Севмаша в ущерб строительству подводных лодок. Приходится выбирать или ТО, или это. При этом из-за секвестра оборонного бюджета перспективные проекты, вроде атомного эсминца «Лидер», были надолго положены под сукно, скорее всего навсегда. Это означает, что в ближайшие десятилетия ничего крупнее фрегата «Супергоршков» мы реально не построим. То есть, будущее нашего ВМФ – это модернизированные старые советские «Орланы», крейсеры и БПК, а также новые фрегаты проектов 22350 и 22350М, плюс два новеньких строящихся в Керчи УТК. Честно говоря, не густо. Ситуация в судостроительной отрасли крайне удручающая, и наиболее верным решением представляется создание новой верфи, способной при необходимости что авианосец построить, что тарк отремонтировать, что часть заказов по фрегатам и субмаринам на себя взять для ускорения реализации ГПВ. Однако пока ничего об инициативах такого рода от властей не слышно. И что же тогда остается? Еще в 2009 году главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Высоцкий заявил следующее «Мы, по крайней мере, не исключаем закупок иностранных кораблей за рубежом». Естественно, на адмирала тут же накинулись с критикой. Но что такого крамольного, в сущности, он сказал. Вспомним, что легендарный русский крейсер «Варяг» был построен по заказу в США, как и броненосец «Ритвизан». Канонерская лодка «Кореец» была произведена в Швеции. Броненосец «Сосаревич» для Российской империи построила Франция. Во времена СССР наш ВМС использовал БПК, созданный в Польше, также судостроительные заказы размещались в ГДР, Румынии и Югославии. В общем и целом, ничего зазорного в этом не было, ни для царской России, ни для советской. Главное только не встрять, как Российская Федерация, с французскими мистралями, но этих проблем можно было бы избежать, не делая заказ в стране-члене НАТО. И где же теоретически мы могли бы построить так недостающие нам большие надводные корабли, быстро и относительно недорого? Логика подсказывает, что в качестве партнера для реализации подобной программы мог бы выступить Китай. Темпы работы судостроительной отрасли Поднебесной просто поражают. Военные корабли там появляются, как горячие пирожки в базарный день, день ото дня растут на стапелях авианосцы. При этом Пекин не брезгует строить под заказ боевые корабли для своих союзников. Так, китайцы помогают Пакистану усилить свой военно-морской флот. Замначальника штаба военно-морских сил Исламской республики Контр, адмирал Фейсал, Расул Лодхи, пояснил, ВМ с Пакистана к 2021 году получат 4 фрегата Type 054A, эти корабли значительно улучшат боевые возможности пакистанского флота и внесут серьезный вклад в операции по обеспечению морской безопасности в регионе. Таким образом, при желании, Россия также могла бы разместить на китайских верфях заказ на строительство боевых кораблей для ВМФ РФ, как под ключ, при постоянном контроле со стороны заказчика за ходом исполнения контракта, так и частично, с последующей доводкой и вооружением уже на отечественных судостроительных заводах. Самое интересное, что теоретически можно было бы заказать корабли более серьезных классов, чем по силам нашим верфям, эсминцы и крейсеры китайских проектов. Возможно, Пекин будет готов построить для Москвы подобные корабли с учетом требований заказчика. Без шуток, китайцы довольно далеко продвинулись вперед, и у них в составе ВМС есть на что посмотреть. Например, это эскадренные миноносцы четвертого поколения проекта 055 Нанчан, имеющие полное водоизмещение до 13 тысяч тонн, аналог американской системы ИДЖИС и универсальные пусковые установки 112 ячейками. По размерам эти китайские эсминцы уступают только замволту, а по своим характеристикам они близки ракетным крейсерам класса Тикандерога. ВМС КНР намерены обзавестись 16 такими многоцелевыми кораблями. Их предшественниками являются эскадренные миноносцы типа 052D, являющиеся аналогами американского Орли Берка. Китайцы уже построили 25 ракетных эсминцев данного класса. Также НААК располагает современными БПК и УТК и строит уже третий по счету авианосец, который по возможностям должен приблизиться к Немицу. Если удастся достичь приемлемых условий соглашения, то Россия могла бы дать Китаю заказ на постройку серии больших надводных кораблей, которые ей пока самой не по силам. Очевидно, что это будет и быстрее, и даже дешевле, чем пытаться растянуть Тришкин кафтан отечественного судостроения на все потребности ВМФ РФ. Ну, или давайте все-таки построим новую военную суперверфь в своей стране.